Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 мая, и вот сегодня у нас так холодно на улице, что нет возможности открывать. Ну, обычно я ту и другую дверь открываю, и у нас проветривание. А так как на улице всего 6 градусов, ближе к вечеру вообще будет спускаться к нулю, то, конечно, я сейчас выйду после того, как сниму этот видеоролик. Дверь закрою, оставлю открытой только форточку, потому что вот вроде кажется и солнышко на улице, но такой холодный ветер. И вот в такой период, а вчера вообще весь день шел дождь, и теплицы были закрыты, было холодно, шел дождь. И вот про эти самые периоды я как раз говорила, что когда нет проветривания, когда вот такая погода не позволяет нам, например, открывать двери, не шевелятся вот эти томаты, но они все вовсю уже цветут, вот эти томаты цветущие. Как помогать сделать большую завязываемость, чтобы не было вот таких пустоцветов, не было такого, что вот отцвел и упал. Конечно, про подкормку. Подкормку буду я сегодня, наверное, вечером делать, вот это опрыскивание, или бором, или макбором, это все расскажу. Но есть такое, как я уже в прошлом году говорила, самое простое, вот это народное средство, это вот их принудительно, принудительно их шевелить. То есть раз в день это не так сложно, вы же не будете подкормки постоянно делать. Раз в день я вот иду куда-нибудь, пошла мимо этой теплицы, думаю, пробегусь, и пошла. Иду я вот так вот, ну, эту веревочку или колышек, в прошлом году я тоже это делала, я не рукой, а прям беру палку, палкой, трах, 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 трах. И им достаточно вот этого вот такого шевеления, ой, это я веревочки разложила там, где пометила, что дополнительная подвязка нужна. Буквально несколько дней назад я же вам говорила, что не буду пока подкормку делать, опрыскивание бором, что очень мало цветов, но сейчас все расцвело, расцвело прям очень. Я прошла, нет ни одного сорта, который бы не цвел, видите, что творится. Ну, все-все-все в цветах, поэтому подкормка нужна. Но если в крайнем случае у вас, например, нет никакого средства, которым вы обработали бы, достаточно того, что вы прошли и вот так встряхнули. Но это как раз только на тот случай, когда двери нет возможности открыть, когда на улице творится неизвестно что. Ой, ветер завевает, как зимой. Слышите? У нас там вообще какая-то это, сухая вьюга, да холодная. И вот я сейчас вот так потрясу, а вечером я все-таки хочу пойти и сбрызнуть их. Чем-нибудь для улучшения завязываемости. А так в этой теплице, я вот уже говорила, сейчас, подождите, я вначале уйду. Ой-ой-ой, холодно. Сейчас буду закрывать. В этой теплице у меня пока нет никаких проблем. Я вот высадила 24-26 апреля. Это, считайте, уже полмесяца прошло. За это время я говорила, что я микроэлементами сделала опрыскивание, и сделала одну основную подкормку, обо всем есть видео, фосфором и калием. Один раз я сделала первое удаление листьев и пасынков, низ освободила. Теперь все низы у меня проветриваются, вот тогда, когда двери открыты. Сейчас они все массово зацвели. И так как я их высадила все почти в один срок, и сеяла специально для получения раннего урожая в один срок, цветение тоже получилось одновременным. Это очень удобно. Я вот нынче разделила те, которые рано сеяла сюда, те, которые позже в другую теплицу, чтобы не было выборочно, что одни цветут, другие не цветут. У меня вот эти зацвели все сразу одновременно. Это очень удобно. Я сейчас пойду, но не сейчас вечером, сделаю опрыскивание один раз. Вот или борной кислотой, или янтарной, или макбором. Расскажу, что это одинаковое действие, завязываемость увеличивается. И все. Вот эта теплица у меня, можно сказать, что готова. Готова в каком смысле? Вот первый этап, высадка, привязка, там втыкание коле, в привязка ниточками к коле. Вот все, что нужно, я сделала. Дальше они сами по себе будут цвести, завязываться. Я буду раз в неделю их поливать. Возможно, раза два в месяц постараюсь что-то им дать вкусненькое, или микроэлементы опрыскивания, или через капельный полив можно такую ленивую подкормочку сделать. В следующий раз буду, первый раз я делала сложную, а в следующий раз буду делать ленивую. То есть можно развести монофосфат калия, чуть-чуть добавить туда азотистого удобрения и пустить через каплю. Не надо никаких вытяжек делать, потому что я вам специально показываю разные, и сложные, и простые подкормки и по листу, и корневые, чтобы вы понимали, что тут выбор очень велик, и что вы будете делать, зависит только от вас. Вот сейчас, например, это вот постукивание палочкой. Вот это вообще самое-самое простое народное средство увеличения завязи томатами. Но им пользуются до сих пор и опытные огородники, и неопытные. Что проще, пройти, постучать, например, палкой по палочкам. Это даже легче, чем съездить в магазин, купить какой-то... Ой, ладно, я пошла, у меня там что-то обрушилось. У нас погода ужасная. Но вы поняли, что можно и просто палочкой постучать, а можно и сделать подкормку опрыскивания, некорневую, по листу. Я сегодня ее постараюсь буду делать, или сегодня, или завтра. И, как всегда, все вам покажу. Все, до свидания.